Субтитры сделал DimaTorzok Вот, еду на зимней резине, которую покупаю без шипов уже долгие годы Я зимнюю резину на шипах не покупаю Учитывая, что у меня полноприводные машины за последние уже скоро 10 лет как Вот, да не скоро как 10 лет 12 скоро лет как Вот, собственно говоря, поэтому люблю ездить на липучках, а не на шипах Вот так вот Ну так вот, об атлетизме и об атлетическом телосложении бойцов В ММА, предположим, в контактных видах боевых искусств Все такое проще Вот За и против Понимаете? Дело в том, что атлетические телосложения Здравствуйте Здравствуйте, Альбина Если есть какие-то вопросы, вы не стесняйтесь Прямо в процессе моего повествования Прямо в процессе монолога Задавайте вопросы, я обязательно посмотрю и на них отвечу Потому что писать мне потом Особенно, если вы знаете, куда зашли И о чем тут обычно, в самом деле, спрашивают Будет не очень хорошо Потому что в письменном виде я отвечать не очень люблю У меня не хватает времени У меня в день иногда приходят до нескольких десятков письм Я их ставлю просто в очередь И потом отвечаю до полугода иногда, в самом деле, запаздывают ответы на некоторые письма А может и больше иногда Хотя стараюсь отвечать на все А сообщения вообще, которые просто в личку приходят В социальных сетях, они там быстро теряются Написали с утра, вечером оно уже будет с двухсотым И все Я его не увижу никогда Ну так вот Об атлетизме Об атлетическом телосложении Надо понимать, что атлетическое телосложение для бойца Это продукт побочный Конечно, с точки зрения эстетики Это приятный бонус такой Но это побочный продукт Для бойца, прежде всего, нередимы другие качества Это хорошее техническое оснащение То есть техника Хорошая Хорошая подготовка в области стратегии и тактики боя Вот И определенные функциональные подготовки Которые достигаются с помощью общей физической подготовки И специальной физической подготовки Вот Собственно говоря, то, что бойцу нужно И когда это у него есть, то все И многие апеллируют к такому величайшему бойцу современности Как Федор Емельяненко Говорят, ну посмотрите на бойца Ведь не атлетичный совершенно Ну вообще не атлетичный И пузик у него есть И бачка висят Бачкообразный такой То есть рыхлый Ну мужич такой Со мной геновид Ну то есть Не сказать про него Что он подкачанный Сухой там Атлетичный Ну нельзя Даже Даже с малой тенью Какого-то допуска Ну если не кривить душой А говорить абсолютно честно Ну вот Не атлетичный боец совершенно Да, сильный мужчина Да, у него хорошая мышечная масса Все Но об атлетичности речь Даже близко не стоит Если предположим Сравнивать его Например с тем же самым Мирка Да С Макрокопом Не сравнить его Да Вот И что же лучше-то Ну с точки зрения Предположим Если иметь и то и то То разумеется Лучше быть Здоровым и богатым Чем больным и бедным Ну конечно Быть одновременно И прекрасным самым И бойцом И прекрасно атлетически Сам сложным Самым бойцом Это вообще великолепно Вопрос в том Что Гоня за атлетичностью Не должна Мешать Бойцовской подготовке Вот все Вот это Самый главный критерий Когда спрашивают о том А можно ли Сочетать А вот при всех Прочих равных условиях Атлетическое телосложение Оно достигается Безусловно При очень нехорошей И кропотливой Работе Над Мускулатурой Над Связками Сухожилиями Мышцами И так далее Вопрос в том Какие качества развиваются Опять же Если при всем При этом развиваются Качества необходимые бойцу Взрывная скорость Выносливость Силовая выносливость То никаких проблем Абсолютно нет Если погоня За уничтожением Жировой Смехиклетчатки Изнуряет То для бойца Ничего хорошего В этом тоже Условно говоря Нет Потому что Если он источается То Это плохо Если мозг работает И плохо Из-за недостатка Углеводов Тоже ничего хорошего В этом нет Но если все Сбалансировано Построено правильно То проблем Не возникает Абсолютно никаких То проблем Никаких Абсолютно не возникает Можно Убрать Жировую клетчатку Очень серьезно И Никаких проблем Не будет Вопрос в том Что многие говорят Не Не Только на гормонах Только гормон роста Употребляем Можно убрать жир Там все Посмотрите Многие бойцы готовятся Там Силовой подготовкой Занимаются Тот же Поветкин Или Харитонов Там Или Олейник Нормально выглядит Так Так Атлетично Достаточно Вот Они силовой подготовкой Занимаются И в то же время Все равно У них подкожного жира Много Ребят Можно заниматься Силовой подготовкой Даже выносливостной Очень серьезной И иметь подкожную клетчатку Большую По двум причинам Первый Генетически Обоснован Второй Это Замедленный Основной Обмен Что тоже Может быть Как проявление Генетики Так и проявление Неправильного Режима питания Даже несмотря на то Что у человека Небольшое количество Необходимость Употребляет Белковых жиров Уводов И количество Килокалорий Но все равно Жир может не уходить У меня такое было Я долгие годы Весил 105 килограмм Хотя постоянно Занимался Спором Бегал по десятке В день По пятерке Точно всегда Занимался Былыми искусствами Все время Всю жизнь занимаюсь Тренировки Очень были Самые тяжелые Выносливость была Колоссальная Все Я даже Смотря на 105 килограмм Я потерялся 20 раз При росте 173 у меня было 105 килограмм Понимаете Насколько я был Пузырь Просто толстый человек Реально Жирный Можно сказать Даже Вот так вот Лучше будет Правильно сказать Но был очень выносливым Очень сильным И только потом Когда изменил Правильно Баланс питания Режим питания Даже не снижая Количество килокалорий Все у меня Стало так как надо Вот таким вот образом Все это дело происходит Поэтому какие-то бойцы Это дело нащупывают Блин Какие-то бойцы Нащупывают это дело И у них никаких проблем Вообще не возникает Другие же на самом деле Не могут нащупать Эту вещь И у них возникают Самые проблемы Извините Просто такая ситуация дорожная Сложилась Поэтому у меня мысли Сразу улетели В сторону Слегка Ну так Продолжаю дальше И вот если у молодого человека Возникает желание Выглядеть очень хорошо То есть атлетично сложным Заниматься боевыми искусствами То здесь дилеммы вообще никакой нет Чем человек моложе Тем соответственно меньше проблем у него будет В связи с этим связанным Потому что в молодом возрасте Очень легко перестраивать Основной обмен веществ Когда еще не выработано огромное количество Вредных привычек И даже полненькому человеку Таких у меня историй А много вообще Когда в школе Мальчишки или девчонки Были полные Потом стали С встроенными Никаких проблем в этом нет А вот те Кто были встроенными И стали полными Потом Тоже нарушив Свой режим питания Нарушив обмен Вот там уже Понимаете Были проблемы Когда они В более зрелом возрасте Решили что-то поменять Ну вот А что касается Значит Опять же Спорта Твоевого Вы сами понимаете Вес вес урозен Если атлетически Сложный боец Без лишнего жира Весит 80 килограмм Это совсем не то Когда 80 килограмм Весит такой Довольно рыхлый Сами боец Понимаете Что у них Совсем разная Мышечная масса Если у одного Это кусок мяса Причем Если это мясо Функционально Хорошо заточено Подготовлено Просто вообще Великолепен То есть Понимаете Там насколько Все То есть Это одни мышцы Да А у другого Наполовину сало Ну вот И думайте сами Что собственно говоря Лучше То есть Атлетичному бойцу Конечно Быть А наоборот Атлетичность Должна быть Побочным Продуктом От тех Упражнений Которые Специально Делает Боец Для того Чтобы бойцовские Качества Наилучшие Развить И приобрести И приобрести Вот если Это все Получается Получается Все Великолепно И это Все Возможно Я Уверяю Вас Это Кстати Видно По Огромному Количеству Топовых Сами Бойцов Другой вопрос Важно Понимать Что под Атлетичностью Разные Люди Понимают Разные Вещи То есть Для кого-то Атлетичность Начинается Только С такого Положения Вещей С такого Развития Тела Как Предположим Классического Бодибилдера А кто-то Считает Атлетическим Телосложением Такое Как В физике А кто-то Вообще Считает Что Атлетическое Телосложение Это просто Сухое Телосложение Когда Есть Яркая Дефиниция Мышц Хотя И небольшая Мышечная Масса Предположим Тот же Самый Макгрегор Посмотрите На него Можно Назвать Его Атлетически Сложным Я бы Сказал Что Да Хотя Он На самом Делю Сухой И он Дрищ Прям Так Но Он Атлетически Сложный Дрить У него Сухая Масса У него Подчеркнутый Рельеф Наполненные Мышцы Они у него Сухие Они Наполненные Да В то же Они Жесткие Вот Ну Все Вот А если взять Более тяжелых Сами Бойцов Они Опять же Атлетически Сложные Вот Вспомните Майка Тайсона У него Даже пресса Практически Не было Видно Но Его комплекция Была Тем не менее Атлетическая То есть Варьируется Сильно Самые Понятия Атлетического Телосложения Он Может быть И сухим Человек Может быть И сухим Вопрос В том Что У него Хорошо Развита Мышная Масса Академические Или близкие Академическим А пропорции Тела Когда Широкие Плечи Широкая Спина Дальтовидные Выраженные Мышцы Мышцы Рук Грудные Мышцы Пресс Вот Все это Подчеркивается Ну так вот Я считаю Что Надо К этому Стремиться Не ставить Это Само Целью Но Если Это Получается Вернее Ну что Получается Стремиться К этому Надо Достичь Этого Можно А то Что Достичь Этого В разном Возрасте Даже Уже Во Взрослом Прям Таком Конкретном Я Вам Тому Пример Я Только Четыре Года Назад Озаботился Чтобы Из 105 Килограмм Перейти В адекватный Такой Для своего Роста Вес И за Два Года Приобрел Комплекцию Такую Что Могу выступать На Мэнсфизик Что Собственно Говоря И собираюсь Сделать В апреле Месяц Следующего Года Это Весмотря на то Что Мне 42 Года И Еще В 40 Лет Вернее В 38 Лет Я весил 105 Килограмм Был Просто Пузырем Таким Вот так Други Мои Так что Все Норм А Какое Отношение Мею К искусствам Мастер спорта По карате До Мастер спорта России Вот Я Занимаюсь Карате ММА Занимаюсь Боксом Вот Являюсь Врачом Союза ММА России Сам Я По образованию Ортопед Траматолог Иммунитеропед Спортом Занимаюсь Всю Свою Сознательную Жизнь Так что Вот так И боевым Спортом Занимаюсь Больше Тридцати Лет Вот Такое Отношение К этому Я Имею Поэтому Думаю Что Сознанием Дела Могу Ищать На данную Тематику Ну Еще Если Вопросов У вас Нет Я В принципе Эфир Свой Буду Заканчивать Поэтому Жду Одну Минут Если Вопросы Появляются Значит Отвечаю Дальше Если Вопросы Не Появляются Заканчив Время Пошло Сейчас Пятнадцать Тридцать Вы можете Вопросы Не только По этой Теме Задать Можете И Даже Личного Характера Потому Что Я говорю Я люблю Отвечать В эфирах На вопросы Мне так Проще Я еду Сейчас Домой За рулем У меня Еще Полчаса Пути Ну Минут Двадцать Могу Ответить На Десяток Вопросов То Потом Начинается Это Писание Написать Начинаете То Все Михаил Юрьевич А как Вот Это Вот Давайте Сейчас Десяток 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...